ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Помните, как Хабиров публично заявил о своем походе в народ? Он собирался встретиться с различными национальными объединениями, включая тех самых загадочных удмуртцев, которых он упомянул на оперативном совещании. Первый блин, как водится, получился комом. На встрече с активом всемирного курултая Башкир случился скандал. Известный хореограф, народный артист Республики Башкортостан Риф Габитов неожиданно предложил Хабирову почтить память погибшего в баймакских событиях Даутова «Минуты молчания». И тут, как говорится, ради Фаридовича бомбануло. Наливаясь кровью лицом, Хабиров нахамил заслуженному человеку Республики, а заодно и без зазрения совести оболгал покойного Даутова, приписав ему несуществующее обвинение в тяжких преступлениях. Собственно, Хабиров не прошел проверку, и теперь, наверное, очевидно для всех, что все эти заявления о протянутой руке сотрудничества и готовности работать даже с несогласными, всего лишь жалкая попытка снизить градус напряжения в регионе, при этом не делая никаких уступок и не вступая в реальный диалог с национальными объединениями. На той же встрече с башкирскими элитариями Хабиров концептуально заявил, что под его чутким руководством, цитирую, «проходит процесс самоочищения башкирской нации». Ну, понимая сущность действий Хабирова в отношении его же собственного этноса, страшно даже предположить, что станет результатом вот этой самой чистки башкирского народа. И кто, собственно, останется в сухом остатке у него после этой чистки? Буракаева, Шамиль Валеев, Зульфия Гайсина, Азад Барданов или, страшно предположить, Джефф Монсон? И это при том, что с другого конца процесса эта самая чистка идет полным ходом. Уже задержано 57 участников баймасских событий, 39 из них грозит уголовный срок, один из них погиб, один искалечен. И практически все задержанные – это многодетные отцы и единственные кормильцы в семье. Сообщается также о трудностях с юридическим обеспечением процессов. Я говорю о том, что почему-то цены адвокатов на услуги подобным клиентам взлетели до небес, и в среднем адвокаты просят за защиту подзащитных от 500 тысяч рублей. Ну, вот такая вот рука дружбы у Хабирова, с которой все более отчетливо капает кровь. А еще всю минувшую неделю Хабиров продолжал разбрасывать вокруг себя всевозможные пряники. Неожиданно пообещал направить на достройку мечети Ар-Рахим 1,7 миллиарда рублей, при этом не уточнив, откуда они возьмутся. А помните, как совсем недавно он раздраженно заявлял, что до 2025 года с вопросом мечети ко мне даже не подходите? Ну вот, как говорится, все меняется на ходу. Хабиров открыл памятник своему учителю и кумиру Муртазе Рахимову. Хабиров пообещал начать ремонт монумента Салавата Юлаевой, даже обозначил там какие-то сроки 2025-2026 год. Заблокировал строительство храма всех святых, чем, видимо, неимоверно обрадовал всех христиан Башкортостан, ну и так далее, и так далее. А тем временем в Роспотребнадзор была отправлена жалоба на митинг за Хабирова, который состоялся 26 января 2024 года. Ведь в Башкирии на самом деле митинги сейчас по сути запрещены, в связи с тем, что все еще действуют некие ковидные ограничения. Очень удобно, согласитесь. Но человеку, победившему ковид за два дня, наверное, сделали какое-то исключение. Очень любопытно, что ответит Роспотребнадзор на вот это заявление в отношении этого митинга. Ну, не словив в итоге в Башкортостане взаимности, Хабиров обиженный укатил в Беларусь, где ему всегда неизменно радуются. Ну, есть, конечно, слабая надежда на то, что уехав в Беларусь, там он и останется, но это, честно говоря, какие-то десятые доли процента. За последние четыре недели на канале «Открытая политика» мы зафиксировали рекордное количество просмотров – 2 миллиона за четыре недели. Совокупная уникальная аудитория за тот же период составила 500 тысяч человек. Это говорит о том, что мы вам действительно нужны. Но и вы нам очень нужны. Напоминаю о том, что на самом деле вы, наши зрители и подписчики, содержите наш канал, помогаете материально, и мы за это очень благодарны тем, кто это делает. Помочь нашему каналу можно единственным доступным способом – через расчетный счет, который мы публикуем вот прямо сейчас на экране, и который вы можете найти в описании под каждым видео на нашем канале. Депутаты всех калибров продолжают упражняться в безумии. Иногда мне кажется, что существует какой-то секретный конкурс среди депутатов Госдумы, Госсобрания, Горсоветов. Конкурс этот заключается в том, что они соревнуются, кто предложит что-то наиболее абсурдное, самое эпатажное и так далее, и так далее. И есть ощущение, что у них есть какие-то даже призы на этом конкурсе. В частности, на минувшей неделе депутат Государственного собрания Республики Башкортостан Салават Харасов предложил не регистрировать браки до тех пор, пока потенциальные молодожены не предоставят в ЗАГС справку о генетической совместимости. Харасов объяснил это тем, что он заботится о том, чтобы в семьях появлялось все больше и больше доброкачественных, здоровых солдат и налогоплательщиков. А вот всякие там больные дети не рождались, и государству, соответственно, наверное, не придется на них особенно тратиться. Очевидно, что депутату Харасову незнаком такой термин, как «евгеника», и он никогда не погружался в историю Западной Европы XX века, которая показала страшные опыты запрета на браки и вообще взаимодействия между людьми по определенным принципам. Ну, собственно, безграмотных людей-то у нас многое становится больше, и, может быть, это и не беда. Беда в том, что вот такие вот Салаваты Харасова становятся так называемыми народными избранниками, и к тому же еще имеют наглость полагать, что вправе корректировать базовые человеческие права. Салават Фатахович, очевидно, не понял, что вообще предложил. Ну, по большому счету, по-хорошему, надо бы написать на него заявление в какой-нибудь следственный комитет с просьбой проверить высказывание господина Харасова на предмет потенциальной дискриминации и ущемления прав человека. Ну, боюсь, что сам Харасов не поймет, в чем суть этих претензий. Завтра, 11 февраля в 21.00 на канале «Открытая политика» состоится 99-й стрим. Прямое общение с нашими подписчиками и зрителями, так что подключайтесь, поговорим, постараюсь ответить на все ваши вопросы. А теперь давайте отвлечемся от безобразия Хабирова и его команды и обратимся к делам земным, земельным и даже немножко небесным. Мало кому известно, по крайней мере из уфимцев, о том, что аэродром Забельский, это вот тот самый аэродром Досаав в районе поселка 8 Марта, существует уже целый 91 год. Но, тем не менее, многие уфимцы там бывали, летали, прыгали с парашютом и занимались прочими прикладными видами спорта. Я, кстати говоря, не исключение, и свой первый парашютный прыжок я совершил именно на этом аэродроме, на аэродроме Забельский. Естественно, и, конечно, не забуду это никогда в своей жизни, это необычайное событие, но кроме меня действительно тысячи и тысячи, десятки тысяч людей прошли через этот аэродром. Так или иначе, вот уже 91 год аэродром Забельский приносит пользу государству, ну и, собственно, и людям. И до недавнего времени это не вызывало ни у кого никаких вопросов. Однако, во втором десятилетии 21 века у легендарного аэродрома начались проблемы. Высокопоставленный городской чиновник Владислав Никитин, где-то в районе, наверное, 2015-16 годов, предпринял попытку отчуждения земли аэродрома в пользу компании своей сестры с целью последующей застройки этой территории. Деяние это суд квалифицировал по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации и отправил Никитина на два с половиной года в колонию. Вроде как история завершилась благополучно, землю не отняли, аэродром продолжил работать. Потом выяснилось, что статус земли, земельного участка аэродрома, не формализован и носит, скажем так, опасный историческо-былинный характер, описанный документами, кстати говоря, с печатями еще Совета народных комиссаров. Но это положение с землей аэродрома, к счастью, исправил в 2016 году один из лучших юристов Республики Башкортостан, Николай Викторович Архиреев, ныне, кстати говоря, председатель арбитражного суда Республики Башкортостан. Архиреев узаконил собственность участка аэродрома, закрепил эту собственность за Российской Федерацией в лице Росимущества и вроде бы все исправилось. Самолетчики ДСААВ продолжили летать, содействие армии и флоту продолжилось. Однако Росимущество, став собственником земли, вскоре повело себя довольно странно. Оно не только отказалось заключать договор аренды земли с ДСААФом, вопреки, кстати говоря, решению суда, который носит силу закона. Так вот, на несколько сотен обращений ДСААФ в Росимущество не последовало никакого ответа, никакого договора об аренде земли. А в 2022 году Росимущество и вовсе подало иск в суд об освобождении участка аэродрома. И это при том, что по закону и по генеральному плану Уфы, земля, на которой расположен аэродром, не может использоваться по каким-либо другим назначениям. Только для нужд аэродрома. Впрочем, первую инстанцию Росимущество благополучно в Уфе проиграло. Суд справедливо отказался исполнить требования истца, то есть выгнать аэродром с этой территории. Более того, суд повторно обязал Росимущество заключить с ДСААФом договор аренды, чего на данный момент не случилось. И вот тут начинается самое странное и самое необъяснимое с точки зрения рациональной логики интересов государства и общества. После того, как Росимущество подало иск в суд с требованием освободить территорию, к этому процессу с энергией достойной лучшего применения вдруг подключились прокуроры всех мастей. Всех мастей это значит простые прокуроры, транспортные прокуроры и многие-многие другие. В данный момент судебная тяжба между Росимуществом и ДСААФом находится в апелляционной инстанции в городе Челябинске. И вот на судей апелляционной инстанции, похоже, изрядно давят, в результате чего суд ведет себя несвойственно странно. То приостанавливает производство до рассмотрения какого-то мифического, другого параллельного дела на ту же тему, при том, что этого дела не существует, то вдруг по собственной инициативе возобновляет производство. Такое ощущение, что судей Челябинской апелляционной инстанции тянут в разные стороны какие-то неведомые силы. В связи со всей этой странной ситуацией, вокруг земли единственного некоммерческого аэродрома возникают закономерные вопросы. Первое. Зачем Росимуществу привязаться было к ДСААФу? Ведь земля и так принадлежит Росимуществу. Но никак иначе, как по нынешнему назначению, она использоваться не может. Зачем вообще это нужно Росимуществу? Далее. Почему так усердствуют прокуроры? И знают ли об этом усердие их высокое начальство? Нет ли там какой-то частной инициативы? Еще вопрос. Кому выгодно? Это главный вопрос всегда во всех конфликтах. Кому выгодно исчезновение единственного некоммерческого аэродрома в Уфе? И кто в момент максимальной востребованности военно-патриотического обучения хочет оставить регион без функциональной единицы этого самого обучения? Ну и, конечно же, надо понять, что если вдруг как-нибудь волшебным образом земля будет изъята, переформатирована и отдана под застройку, то это, по сути, будет катастрофой для инфраструктуры Затона, которая и так дышит на Ладан, в которой и так не хватает мощностей. Если там чего-нибудь построить, то тогда случится полный коллапс. Пользуясь случаем, я призываю компетентные органы проверить вот эту всю ситуацию и выяснить, не сидит ли во всей этой странной схеме какая-нибудь злая собака коррупции. Я призываю оставить легендарный аэродром в покое, там, где он находился последние 91 год. И очень надеюсь, что Челябинский суд на следующей неделе примет справедливое решение в отношении этого конфликта. И еще через 9 лет мы с вами благополучно отметим столетие аэродрома Забельский. Очень хотелось бы в это верить. Дорогие подписчики и зрители, нам очень важна обратная связь с вами. Если вы уже подписаны на наш канал, то, пожалуйста, комментируйте, выражайте свое мнение, предлагайте темы, ставьте лайки, распространяйте наши видео в своих соцсетях. Это очень нам поможет. А если вы не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь. Скандалы, конечно, излюбленный жанр желтой прессы, но не будем уподобляться некоторым сетевым изданиям Уфы. Все же выделю я два необычных события, случившихся в этом жанре в городе Уфе. Во-первых, это отчетливый наезд на министра здравоохранения Айрата Рахматулина. Ну, можете кидать в меня тухлыми турецкими помидорами, но в этой грязной ситуации я окажусь на стороне Айрата. Он точно не виноват в ужасной аварии 31 декабря. За все отвечает водитель, впрочем, как всегда в подобных случаях. И не надо этим спекулировать. То, что жена Айрата, кстати, совсем недавно родившая третьего ребенка, не стала работать после ВУЗа по распределению, это не ее вина, это на самом деле ее право. И она, кстати, возместила стоимость обучения, и никаких претензий на данный момент к ней нет. А то, что ее упрекают в каком-то невозможном педагогическом стаже, так это вообще информационный фейк. И сейчас я объясню, почему. Такого термина, как педагогический стаж, в ВУЗах в России сейчас, собственно, не существует. Бывает научный стаж. А вот он как раз отсчитывается, например, с такого момента, когда студент начинает подрабатывать лаборантом, и это тоже засчитывается как научный стаж. Причем студент параллельно учится, еще работает лаборантом. И такое случается довольно часто. Так что к Рахматулину и его ведомству, без сомнения, масса претензий. Вот, например, заместитель министра по медицине детства, очевидно, не справляется со своими задачами, и с ним надо что-то делать. Причем тут критика абсолютно функциональная. Дело не в личности и не в семейных обстоятельствах. Много еще других претензий к башкирской медицине, но это не повод пускать в ход грязные информационные технологии. А вот вторая скандальная история приключилась с известным в узких кругах сторонником Радия Хабирова, провластным музыкантом Амиром Туйгуновым. СМИ республики распространили фото жестоко избитого сторонника Хабирова. Однако лидер группы «Караван-Сарай» Амир Туйгунов поспешил заверить всех, что конфликт не носил никакого политического характера, а был исключительно бытовым. Лидер группы «Караван-Сарай», которая известна еще и как группа «Ай-Хабиров-Молодись». Эту песню прямо из кузова автомобиля во время куштаусских событий пел Амир Туйгунов, пытаясь поддержать БСК и действия тетушек. Так вот, есть, конечно, версии о том, что Амир Туйгунов пострадал, как говорится, в борьбе за свои идеалы. Ну, может быть, на почве разошедшихся взглядов на тему Полонеза Агинского или еще какие-то, может быть, музыкальные были моменты в этом конфликте, мы точно не знаем. Но так это или иначе, мы уверены, что бить человека по лицу точно нельзя. Даже если имеете с человеком политические, музыкальные или просто бытовые разногласия. На минувшей неделе Государственный комитет по туризму и предпринимательству Республики Башкортостан анонсировал новый продукт башкирский туриндустрию. Однодневный тур для жителей Башкирии и в основном женской половины туристического сообщества. В этот тур входит катание на снегоходах, катание на лошадях, бане, массаж и даже услуги астролога. Ну, казалось бы, что такого? Ну, вот название, которое получил этот простенький продукт за 5,5 тысяч рублей, уж очень характерное. Комитет по туризму назвал этот продукт, внимание, тур для дур. Интересно, кого имели в виду в туристическом агентстве Терра Башкирии, который является оператором этого туристического продукта. Очевидно, что этот, с позволения сказать, туристический продукт, как нельзя лучше вообще-то иллюстрирует все, что имитирует, как деятельность Рустем Авзалов и его комитет. Но если вы не дура, и вы не поведетесь на вот эти фейки башкирской тур-индустрии, тогда не обращайте внимания на этот тур для дур. Он, видимо, для дур, не для вас же. В информационном пространстве Республики Башкортостан в последние дни курсирует версия о том, что баймахские события спровоцировал и организовал никто иной, как сам Ради Хабиров. Приводится соображение и доводы, некоторые из них вполне убедительные, некоторые не очень. Основная мысль этой теории в том, что Хабиров узнал, что Кремль его в ближайшее время снимет, и, пытаясь защитить себя, устроил беспорядки, чтобы успешно их подавить и продемонстрировать Москве свою эффективность, незаменимость и значимость в регионе. Ну, если честно, я не очень верю в эту версию. До конца, скорее, Хабиров умело воспользовался ситуацией и развернул все так, что народ обманут экстремистами и эстонскими лыжниками, которых он, собственно, безжалостно уничтожит и порядок в Республике наведет. Тем не менее, мы решили опросить подписчиков нашего телеграм-канала, на который, кстати говоря, не забудьте подписаться, и опросить с целью выяснить, насколько они верят в эту теорию о том, что Хабиров причастен к организации баймахских событий. 59% опрошенных допускают, что Хабиров был причастен к этому процессу, что меня, собственно, удивило. 41% не думают, что Хабиров приложил руку к баймахским событиям. Ну, как говорится, мнения разделились. Субтитры создавал DimaTorzok